Добрый вечер! Прошла неделя и мы снова с вами. Это программа «Жулики» на канале ДТВ. Сегодня мы вновь докажем вам, что жертвой мошенников рискует стать каждый. Вопрос лишь в том, насколько этот риск велик. Но его можно уменьшить. Смотрите нашу программу. Сегодня мы вновь покажем вам несколько чужих ошибок. А вот учиться на них или нет, решайте сами. В этом выпуске программы. Как легкие деньги могут стать тяжелыми. Нашел чужие? Отдай свои. А что нам делать-то? Где деньги? Заботливый грузчик. Случай на складе. Как по своей воле отдать груз мошенникам? Вон, видишь, мужик? Вот мужик тебя поставит, куда надо вставить. Супермаркет. Надежны ли ящички с вещами? Версия жуликов. Больше никогда такого мы не сделали. Напоминаем, что ждем ваших писем на наш электронный адрес. Если вас обманули мошенники, поделитесь с нами своим опытом. А мы предостережем телезрителям. Кто из нас не мечтал мгновенно обогатиться? Этого хотят и жулики, и обычные люди. Деньги – это универсальная приманка в любой ситуации. Аферисты, они, конечно, тонкие психологи, но наживка обычно у них всегда одна и та же. Растая. Все гениальное просто. Просто как деньги. Или женщины. Или женщины и деньги одновременно. Ну вот, Яна только что придумала приманку для следующей аферы. Место, которое жулики выбрали для этой разводки – трамвайная остановка. Но с местом, как и с временем суток, возможны варианты, и о них чуть позже. Гайка ждет нужного клиента. Ее подельники находятся неподалеку. Как только она поймет, что кто-то подходит на роль жертвы, операция начнется. И вот этот парень, похоже, на жертву тянет вполне. Гайка его заметила. И подает знак своим подельникам. Осталось дождаться правильного момента, когда вокруг не будет свидетелей, и можно будет приступать. Главное, чтобы парень не уехал на подошедшем трамвае. Главное, чтобы это был не его номер. И действительно, трамвай парню не нужен. Момент наступил. Гайка может действовать. И вот она незаметно подбрасывает кошелек. Готово. Деньги подброшены. Это не вы уронили? Гайка сама обратила внимание клиента на бумажник. Наверное, ваше. Может быть, посмотрим, что там? Как хотите. Может, там есть визитка какая-нибудь или номер телефона, чтобы вернуться. Молодой человек. Здесь только деньги, больше ничего нет. Тут 26 тысяч. Может, по деньгам без человека все равно уже не найти. Прозвучало авантюрное предложение – поделить деньги. И снова ключевую роль сыграло обаяние аферистки. Клиент не хотят, но клюнул. Блин, тут тысячи долларов. Вид легких, живых денег всегда творит с человеком чудеса. И жулики прекрасно об этом знают. Казалось бы, вот она. Нажива, невероятное везение. Деньги упали с неба. И это самое время для начала спектакля. Мой кошелек. Мои деньги. Вот что? Серега, сюда нашли. Что, нашли, да? Еще бы не вернули мне их. Что вы тут делитесь уже? Ой, ну, слава богу. Сколько там у тебя? Что здесь? Погоди, а что такое? 25. У тебя же 50 было. Подожди, подожди. Погоди, подожди. 25 и 400 баксов. А что такое? 50 тысяч рублей было, ребята. Мужик, да погодите. Позвала, не позвала. Тут было 50 штук. Где деньги? Компьютер собирался, покупайте. Куда они все делились? Деньги где? Вот, заберите. А, значит, уже что-то дали, да? Посчитай, перечитай, посмотри. Сколько? Покажи свой кошелек. Пожалуйста. Если твое, никто не заберет. Жулики требуют показать все деньги, которые есть при себе. Всего 26. И у клиента, и у Яны. Давай, давай. Тихо, подержи. Парень, ты не торопись, не торопись. Давай, мы с тобой постоим. Еще раз. Я все нормально пересчитал. Посмотри, посмотри. Сколько? Блин, ну это мои личные деньги. Сколько? Как твои? Хорошо, все личные. А что такое? Нет, ну погоди, кошелек-то покажи. Чек, ну давай проверим. Куда ты побежал? А что там делать-то? Где деньги? Это мои личные деньги. Хорошо твои. Сейчас вернем тебе твои деньги. Сейчас, погоди. В ментуру пойдем и разберемся там. Чьи личные, чьи не личные. Какие 24 тысячи? Было 50 тысяч. Что, 5 тысяч всего? Так, ну я не знаю, как надо. Ребят, вы че, а? У молодого человека только 5 тысяч. И они в руках гитариста. Надо идти в ментуру тогда, я ничего не понимаю. Что происходит? Ребят, ну мы и так вам отдали, потому что это были мои. Ну что в ментуре-то, что это, там полдня просто потеряем. Слушай, да, в ментуре-то, погоди, стой. А может обычным? Давай обычным тогда, в конце концов. Я и так вам свои отдала. Какие свои? Свои личные. Серега, ну то, что же было 50? Ну это же что, тела, поднятия? Будвины они, что ли? Ну ты даешь тоже, э! Вот так 5 тысяч рублей перекочевали из кармана растерянного клиента к мошенникам. А могло быть гораздо больше. Гайка расстроена, ее ни в чем не заподозришь. А вот парню придется домой идти пешком. Девушка нашла кошелек. Давай, говорит, подели. Собственно, я особенно не горю, не хотелось. И как бы, ну пошелся, не знаю зачем. И тут эти помбалы подошли, не знаю что. Может быть, их там еще 5 человек было. Кстати, по этому же поводу нам написал Ярослав из Екатеринбурга. Я удивился, когда узнал, что такое кидалово еще существует. В нашем городе аферисты промышляют в аэропорту. Отслеживают прилетевших. Один из них вливается в толпу пассажиров. Находит жертву. Начинает говорить с ними о погоде. О рейсе, которым якобы прилетел только что. А потом внезапно находит на полу кошелек и предлагает лоху поделить деньгами. Дальнейшие события всем известны. Ярослав, если, как вы утверждаете, мошенники промышляют до сих пор, то дальнейшие события известны далеко не всем. Иначе аферистам было бы не на что прожить. Да уж конечно. Они-то как раз, по-моему, на жизнь не жалуются. Мошенников на земле полно. Да, иногда они берутся за старые. Я имею в виду, ну как, вдруг всплывают какие-то забытые мошенничества. Ну и что, тем не менее. Они рядом. Они всегда среди вас. Они действуют быстро и незаметно. Эти люди мошенники. Жулики. Они уже в городе. Так какова же главная составляющая удачного мошенничества? Нет-нет, мы ни в коем случае не собираемся научить вас жульничать, но все же. Одним из главных обстоятельств является быстрота реакции мошенника. Согласен, от этого зависит оперативность. А она не менее важна. Сделал дело быстро, смотал удочки и сейчас? В том числе. Я все-таки считаю, что главное для жулика это достоверность. Кем бы он ни прикинулся для лоха, всегда он должен выглядеть достоверно. Настоящий милиционер, настоящий бизнесмен, настоящий охранник, да кто угодно. Не поспоришь. Но иногда приходится перевоплощаться особенно быстро. Ну, до сих пор нам это удавалось. И удастся еще не раз. Вот, и так же в форме охранника он и поехал в метро. Ну, крутой был чувак. Да, конечно, такие вы крутасыы делали. Ну, ладно, ближе к делу. У нас есть склад. Предлагаю разгрузить там какую-нибудь машину. Да-да, камаз с мукой. И заработать на пол-литра. Тебе, кстати, пойдет роль грузчицы. Твоя задумка мне ясна. Значит, нам нужен обычный склад с охраной и всеми делами. Да, но нужно еще, чтобы водители ничего не сподозрили. Да это на самом деле не сложно. Мы проведем селекционную работу и выберем подходящий склад. А верно же уже не привыкать приодеваться в охранника. Ну, ладно, ну что ж, опыта-то не пробьешь. Ну, посмотрим, как ты у нас будешь работать грузчиком. Да ладно, у меня тоже много разного опыта, дружище. Так, значит, нам понадобится робо-грузчика, форма охранника. И рации. Точно. Жулики осмотрели несколько складских комплексов, но остановиться решили на этом. Смотри. Так, ты глянь, ворота открыты. Угу. И никому дела нет. Замечательно. Ну, начало нормально. Да. Так, что-то народу многовато там, смотри. Тем не менее, есть смысл продолжать осмотр. При удачном раскладе все должно получиться как следует, но нужно придумать правильную схему и четко подготовиться. Ну, да. Местечко вроде ничего получается. Путеворот хороший. А там уже, видишь, какой-то кипиш. Так, что мы здесь имеем? Во. Ну, нет, это без вариантов. Здесь мы имеем личных свидетелей. Эти надолго сели, посмотри. Ну, да. Ну, что, наверное, надо к первому. Беглого анализа ситуации оказалось достаточно. Аферисты решили, что направят машину на разгрузку к складу номер один, у которого будет ждать грузчик по кличке гитарист. Ну, что ж, в общем, все готово. Осталось продумать нюансы и переодеться. Гитарист в костюме грузчика отправляется к складу номер один, а охранник по кличке Игрок занял место у ворот. Точку он выбрал такую, на которой его не видно на стоящей охране. На экстренный случай машина жуликов припаркована в нескольких метрах. Теперь нужно дождаться автомобиля на разгрузку. Лучше, если это будет не большой грузовик, а, например, Газель. Приветствую, куда едем? Итак, наши жулики собираются ограбить Газель. Главное выяснить, бывал ли здесь водитель раньше. И если нет, то его можно направить к складу нужному жуликам. Переговоры по рации делают ситуацию максимально достоверной. И Газель отправляется на разгрузку по плану жуликов. Газель принимай. Принимай. У-589 мм. Понял. Давай, значит, сейчас вот за угол. Вон, видишь, мужик. Гитарист дожидается Газели у первого склада, а не внутри него. Сюда, Кманин. Игрок пока следит за обстановкой, но, похоже, уже ничего в ходу преступной операции не помешает. Газель занимает нужное место. И мошенник, даже не предполагая, что внутри, открывает кузов. На счастье Тихона, там оказалось пять небольших коробок. К их выгрузке он и приступил. А жизнь склада тем временем идет своей чередой. Ничего подозрительного не происходит. В коробках оказалась компьютерная техника. Ну что, шеф, пять комплектующих, да? Кладную. И вот гитарист подписывает документ о приемке. Все, Газель может уезжать. Дело практически сделано. Все, готов клиент. Жулики опять на высоте. Я груз сдал по накладной. Все, на технорезерв привез. Меня охранник встретил, я все сдал грузчику. Ничего подозрительного? Ничего подозрительного не было. Спасибо, что груз вернули. Вы считаете, там, ну, все правильно действовали, вы все по правилам? Да, я все сдал по накладной. Получил роспись и печать. Все, то есть ничего не заподозрили? Невозможно ничего было с тобой? Нет. Эту аферу мы придумали, планировали, разыгрывали по ролям. Ну, все как всегда. А знаете, бывают такие ушные граждане, которые морда кирпичом и прут мимо охраны, даже сами пытаются помочь. Но цель у них, знаете, какие. Да есть такие пассажиры. Я недавно такого встретил как раз. У меня друзья переезжали. У меня даже руки зачесались. Ну, то есть он не успел ничего утащить, потому что я ему доходчиво объяснил, что лучше уйти сейчас и навсегда. Сегодняшнюю программу мы начали с классической, старой, как мир, разводки с находкой кошелька. Есть такие вечно зеленые, что называется, мошенничества, которые существуют уже давно и будут существовать всегда. Ну, как, например, карманные кражи. Или те же наперстки. Ну, почему бы и нет? Ну, жулики от прогресса не отстают и ориентируются очень быстро. Взять, к примеру, супермаркет. Вы спокойно оставляете свои вещи в так называемых локерах при входе в магазины. Специальные ящики. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что люди это делают с большим удовольствием. И не зря. Сейчас вы увидите, почему. Итак, следующая высадка жуликов произойдет в супермаркете. Но красть шоколадные конфеты они не собираются. Давайте посмотрим, что будет происходить. Вот в супермаркет приходит Тихон. Открывает ящик или локер, как его называют, и кладет туда свои вещи. Вот он входит в супермаркет, обычный посетитель магазина. Точно такой же, как и остальные. Вот, например, бабушка тоже в локер кладет свои вещи и запирает его. Заметьте этот ящик. Вот еще одна женщина. Она тоже кладет вещи в ящик. Запирает его, забирает ключ с собой и спокойно отправляется за покупками. Вот и еще одна девушка. Обратите внимание на те вещи, которые она кладет в ящик. Это сумка и синий пакет. Ящик заперт, ключ. Девушка забирает с собой и идет за покупками. В супермаркете обычная жизнь магазина. Но обратите внимание, знакомые лица. Гайка и игрок. Что же они здесь делают? Неужели они пришли за покупками? Конечно же нет. Хотя ничем от других покупателей они не отличаются. Что же будет происходить? Давайте смотреть внимательно. И вот гайка отходит к ящичку и вынимает синий пакет и сумку. Мы помним, что эти вещи принадлежат другой девушке. Как же ей удалось открыть этот ящик? А вот и игрок. Он тоже открывает ящик и не очень-то похоже, что эта позолоченная дамская сумочка принадлежит ему. Тем не менее, он не торопясь покидает магазин с чужими вещами. Уверен, что для большинства, а может быть и для всех посетителей магазина, ничего странного в этот день не происходило. Но мы-то с вами знаем, что жуликам удалось залезть в чужие ящики. А вот и Тихон. Он открывает свой ящик и покидает магазин со своими вещами. Что же произошло? Каждый раз, конечно, неприятно класть сумочку, особенно дамскую сумку туда. Я не кладу никогда, если там, ну, может быть, тяжелая или что-то. Но этот раз черт дерну и положила. Теперь пришло время раскрыть вам секрет этой махинации. Итак, Тихон входит в супермаркет, открывает ящичек, кладет туда свои вещи, забирает ключ и отправляется в торговый зал. Ничего странного в его действиях. Обычная жизнь в обычном супермаркете. Но через некоторое время в магазин заходят его сообщники, гайка и игрок. Они делают то же самое. Кладут свои вещи в ящички, забирают ключи и тоже через некоторое время отправляются за покупками. Простые, добропорядочные покупатели. Но все не просто так. В супермаркете среди полок у них, конечно же, назначена встреча с гитаристом. Для чего? Сейчас увидите. Все дело в том, что игрок и гайка передают гитаристу ключи от ящичков, в которые положили свои вещи. Вот они у него в кармане. Теперь, пока игрок и гайка изображают из себя покупателей, гитарист покидает супермаркет. Куда он отправляется? Сейчас узнаете. Тем временем в супермаркете продолжается обычная жизнь обычных покупателей. Металлоремонт, изготовление ключей. Вот куда отправляется Тихон. На изготовление ключей уйдет минут 15. И это не настолько продолжительный срок, чтобы игрок и гайка не могли бы изображать все это время простых покупателей. Исследовать полки супермаркета. И вот Тихон вернулся. Он передает дубликаты ключей игроку и гайке. Все, хватит валять дурака, можно заниматься делом, ради которого они и пришли в этот магазин. Осталось только дождаться, чтобы в те ящички, от которых у них есть дубликаты ключей, кто-то положил ценные вещи. Для этого Яна и Вернер открывают свои ящички, забирают свои вещи и, оставляя оригинальные ключи, покидают супермаркет. Через некоторое время они вернутся. К этому времени ящики будут заполнены чужими вещами. И им останется применить свои новые ключи-дубликаты. Супермаркет также покидает и гитарист, забирая свои вещи. Сейчас сообщники выйдут на улицу, посовещаются и решат, когда лучше в магазин вернуться. И что тогда произойдет, вы уже видели. Ну что, господа, вот и наши ключики. Замечательно. Ну что? Я думаю, надо... Дождаться на окна будет побольше народа. Сейчас спик. Пойдем вместе. Чтобы сумок было побольше, ячеек поменьше пошли. Окей. Я зайду первый, буду единственной сумкой. Я ее положу, заодно посмотрим, какие ячейки свободные. Пойдем. Можно? Конечно, ключи поделать, это несложно. Ну, наверное, сегодня хороший день. Хороший день. Нашлась сумка. Но больше, больше никогда такого мы не сделаем. Не попадемся. Постараемся, на самом деле. Я почти уверена, что вы не раз оставляли что-то ценное в этих ящиках. Я, если честно, и сама пару раз оставляла. Да и у меня был такой случай. Я в подобном ящике забыл сумку. Потом вернулся, все на месте. На самом деле, здесь не может быть никаких особых рекомендаций. Если вы действительно дорожите своей сумкой, предупредите охранника, что зайдете вместе с ней в магазин, пусть он на выходе просто ее досмотрит. Тем более, что рядом с такими локерами обычно дежурит охранник. Да ладно. Если там охранник и дежурит, у него найдется еще много всяких дел, помимо этих локеров. Так что, господа, ваша безопасность в ваших же собственных руках. На экране вы видите наш электронный адрес. Пишите о мошенничествах, которые попадались вам. И все же старайтесь их избегать. Мы появимся через неделю и дадим еще несколько рекомендаций. Но всего предусмотреть невозможно. Берегите себя. Это была программа «Жулики». Счастливо! Играет министра! Играет министра! Продолжение следует...